Всем привет! Вы, как всегда, на канале Семьяна Чемоданов. И мы, как всегда, в полном составе приглашаем вас в очень крутой выпуск. Сегодня мы покажем вам город Хуахин, сходим вот на эти роскошные пляжи, покупаемся в бассейнах. В общем, ребятки, выпуск будет очень насыщенный, поэтому ставьте лайкосики. Подписывайтесь на канал. Пишите комментарии. И мы с вами поставили. И погнали. И погнали. Вид с нашего балкона. Это огромный торговый центр, туда обязательно сходим. Вот оно море. Не знаю, как камера передаст. Сам комплекс, красивая территория. Вечером здесь особая атмосфера. Наслаждаемся утром. Утром мы начинаем с похода. Но теперь в нашем случае не с похода, у нас же есть машина, поэтому поедем, значит, в магазин и закупимся на недельку. Здесь вроде как есть большой лотус. Кто пропустил выпуск, у нас такая машина. Еще не открываешься. Еще не открываешься. Вообще-то у нее был бесключевой доступ. На не сегодня. Давайте, прыгайте. Вот торговый центр, прям такой красивый-красивый. Посмотрите, как он украшен к Новому году. Мы сюда чуть позже сходим, а сейчас поедем туда, где есть лоту-супермаркет. Вот, а мы приехали к вот этот торговый центр, называется Market Village. Так, осталось только найти парковку, где нам встать, потому что уличной здесь нет, я так понимаю, здесь только подземный паркинг. Здесь походу платная парковка, я так понимаю. Ну поехали, ладно. Вот, лотус один. Ну да, походу я на VIP парковку поехал. Ну ладно. Я сейчас сразу на кассу заеду, ребята. Так. Вот мы припарковались, прям аккуратненько было место. Отлично, единственное, что сейчас нужно понять, где тут все-таки лотус этот находится. Это здесь план по этажам, что где находится. И нам вообще нужен лотус. Ты где? Вы видите лотус? Нет декоратива. Вот, лотус вот здесь первый. Нажимай вниз. Настенка нам такую тачку нарулила. Афиша с новогодними представлениями здесь сразу. Децембер 2023. Так, банкомат. Если кому-то денежки нужны, нам не нужны. Ну, в смысле, нам денежки-то нужны, но у нас есть наличка. Все, пойдемте смотреть, изучать. Вон, джинсики 1180. О, постельное белье продается. Полотенчики всякие разные. Вот, пожалуйста, кухонные полотенчики. Да, Настен? Или за тряпочкой. Да. Ну вот, это огромный просто лотус. Такой вот мы и хотели зайти. Это здорово. А то у нас целая, значит, проблема. Темки купить тетрадку в клеточку вообще нигде нету, представляете? В линейку есть, в клеточку нету. Всякие вот новогодние уже подарочки готовы. А еще помимо продуктов здесь, вон, техника. Робот-пылесос 12900 обычный, 390. Ну, так, мельком вам. Цены покажу, кому актуальны. Это рисоварки 679 бат. Это какая-то плитка. Прикольный стиль такой, микки-маусный. Так, пойдемте, пойдемте, ребята. Я думаю, что очень интересно будет посмотреть цену на стиральную машинку. 11900. Здесь он маленький, холодильники. Кстати, в тачку вообще такой спокойно можно поставить. Или это морозильная камня? Нет, это холодильник. 3000 бат. Вон, по ценам, да? Сколько стоят холодильники. Это сушильная машина. 7500. Ну, мне кажется, кстати, цены вообще такие клевые. Здесь еще куча одежды. Вон, Настенка смотрит. Слушай, ну да, всего-то. Вот это прикольно, смотри, 170-20 всего. 179. Ну, 180-20. Ну, да, вместе с чертиками. А вот она по старшему. Прикольно. Ну, давай парням возьмем всем. Ну, а где Мирошка? По одному. Прикольно, да. Недорогие. Вот 179. Да. Ну, большой отдел канцелярии здесь. Но самое главное, что были в клеточку тетради. Потому что, говорю, с ними прям какая-то беда. Да и здесь их, кстати, походу, походу нету. На самом деле все, миссия выполнена. Вот Lotus реально классный магазин. Магазин. Здесь вот все, что угодно можно купить. Большой выбор. Да сейчас я тебя вытащу. Никаких оптовых историй нет. Это хорошо. Кто не смотрел наш выпуск с макро, обязательно гляньте. И вот сами вот сравните, да, какая здесь аккуратная выкладка, да, и какая там. То есть здесь гораздо приятнее все покупать, потому что, ну, короче, лучше один раз видеть, чем много раз объяснять. Вот, сейчас будем набирать мяско. Вот мы грудку взяли на 1,670 кг, 113 бат. Вообще нормальные ценники. И вот можно фарш взять, кстати, пока свежий. Смотрите, какими огромными такими. Ну, гораздо лучше выглядеть, чем там, правильно? Килограмм фарша, 114 бат. Ну, и как прекрасно выглядит вся рыбка. Не знаю, что за рыба. А, это сон, да? Ну, клево очень, раскладка крутая. Представляете, я вообще не обращал на это внимания. Вот сейчас вот на большой витрине увидел. Компорейте, яйца по размеру S, M и L. Цена 138, 125 и 130. Овощи, фрукты решили здесь не брать, потому что здесь что-то стоит охренеть. Вот, поэтому мы решили, что мы здесь доедем до рынка. А я нашел там на картах отличный рынок для местных написано. Поэтому туда доскочим. Что же, мы на кассе. Опять набрали, непонятно чего. Но все нужно, как всегда. Парковка у нас вышла бесплатно. Первые 4 часа, оказывается, бесплатно. Потом 20 бат час. А мы сейчас выдвинулись на тот самый вот этот местный рынок дневной. Доехали мы, припарковали. Здесь, кстати, вообще можно заехать. Но, видимо, как-то по кругу. Мы в итоге машину бросили прям это, по центру. Но я не знаю, тут ли вообще рынок для местных. Потому что вообще как-то все закрыто. Да, здесь стать очень колоритно. Здесь прям действительно местный рынок, знаете, без понтов, как говорится. Вот куча всяких фруктов можно купить. Сейчас по холм посмотрим. Да, запахи здесь вот этой сушеной рыбы. Как сразу Шри-Ланка вспомнился вообще. Ха, фисташечки. Вот такие рыбы. Манги, постом. Да, здесь вот и гребешки есть. Красота. И вообще какие-то непонятные на самом деле мои продукты есть. На меня, вот креветочки. Здесь же при тебе все разделают. Здесь вот они крабики. Прикольно, слушайте. Вот это я понимаю. Рыночек реально для местных. Вон сколько всякой живности морской. Не трогайте только неча ручками. Прикольно. Да? Согласны со мной? Я не знаю, что это такое на самом деле вообще. Но вот стоит 160. Улитки. Или, а, это не улитки, это эти. Там же тоже вон живут, видишь? Как они, крабики какие-то. Мы берем креветки. Вот такие огромные. Стоят 300 бат за килограмм. Но здесь еще классно то-то, что, смотрите, они еще их сразу чистят. И посмотрите, как ловко они это делают. То есть мы мучаемся с ними. А здесь вот тут вообще чист. Смотрите, как здорово. Рыночек круто. Они почистили их буквально там вообще, не знаю. За 200 килограмм. За 2 минут насыпали нам все это дело в пакет. Засыпали льдом еще в пакеты. Мы отправляемся. О, мари, какая мари, какая черепашка, Лероса. Не, не, аккуратно. Смотри, какая. Ой. Пойдем. Черепашку, наверное, несут на суп. Но это не точно. Ну вот мы и дома. На неделю мы, скорее всего, обеспечены. Хотя, на самом деле, навряд ли однозначно придется еще ходить. Не сто процентов. Ну, как минимум за молоком. Днем басики, конечно, такие спокойные. Ну, точнее, после обеда. А вот утром сегодня здесь людей было. Мне, кстати, очень нравятся, что лежаки вот эти. Они стоят в воде. Мы здесь только первый день. И я уже нашел минус этого города. Знаете, какой? То, что ты не можешь ходить на закаты, на море и любоваться закатами. Потому что здесь солнце заходит туда за горы, а на море ничего нет. Вот сейчас как раз дело к закату. Мы пошли купаться на море. Хочется все-таки посмотреть здесь пляж, который прямо возле нас. И мне нравится еще вот эта архитектура. Какая-то арабская. Вот эта водка, как, не знаю, египетская, что ли. Вот эти пальмы, как пиники. Этот коричневые постройки с такими ажурными балконами. Прикольный комплекс. Я не знаю, буквально, наверное, минутки три минуту мы потратили на то, чтобы перейти дорогу. Здесь вот рестик. Прямо с такой террасой. И вот, пожалуйста, с видом. С потрясающим видом, ребят. Здесь не лестница, здесь прям спузи для коляски. Смотрите, как можно классно посидеть. Ну, очень достойно. Ой, как же здесь здорово. Какой здесь песочек мукой. Добро пожаловать на пляж. Гляньте, как красиво. Вон там еще светит солнце. Вон там, походу, дело основной. И вот оно морюшко. Вон люди купаются. Там вон горы. Слушайте, ну клевый. Посмотри, какой классный пляж. Вот песочек мукой. Пойдем купаться. Впервые будем купаться в Клохине. Друзья мои, смотрите, здесь вода прекрасная. Гляньте, какой цвет воды идеальный. Вот этот песочек в мелководье. Волна вот такая вот красивая. Вон там здорово. Из-за того, что солнце уже заходит. Вот про что я говорил, да, вот как бы за гору туда. Оно не подсвечивает море. Ваа, волны. Здесь, кстати, я вроде почитал, вот за той горой есть серфинг. Сёрф-пляж. Возможно, мы туда тоже съездим, потому что я, конечно, по серфингу соскучился. Ой, как здорово. Как все тепленько. Опа, а все, сюда заходишь. Волны-то нету, но по-прежнему по пояс. Вау. Ой, красота. Булин, как можно жить без моря, а? Я не знаю. Смотрите, ну прозрачненькая, чистенькая вода. Вау. Клево. Вот такой здесь пляж. Ну, достаточно это, длиннющий. Супер, как вам? В комментариях пишите, да, если бы вот закат был бы на эту сторону, было бы классно. Получается, у нас солнце забирает вот это вот кондо, потому что там тоже есть солнышко. О, какая волна. Ох. Ух. Ой, какая красота, ребяточки. Ой. Класс. Вон, мои парни заходят. Ну, очень здорово. Да, вот такой, кстати, песочек, на самом деле, мы, по-моему, первый раз вообще наблюдаем, потому что обычно это какая-то больше ракушка. Вот в Паттайе на последнем пляже, куда мы ездили, там принцесса, что ли, какой-то пляж. Вы бы взгляните. Там подобное, но вот здесь прям вау. Как тебе, Родик? Классно. Да. Супер. О, пошел красавец. Ой, ребят, я не знаю, как вытаскивать этого человека из воды, но он просто не выходит отсюда вообще никак. Здесь стоять еще на пляже, ходят лошадки. Как притеска у меня. Ааа, челочка. Вот, на ней. Да-да. И предлагают вот покататься. Я хочу покататься. Их много лошадей здесь вообще. Да, потрясающий пляж. Прикольно, когда в жизни происходит что-то первый раз. Вот у нас здесь сейчас первый раз с коляски идешь по пляжу, на песчаном пляже идешь с коляски. И она не застревает, ничего. Здесь прям так тверденько. А вот прикольный кондо. У них здесь бассейн. Они вот, получается, вот так вот плавают в басичке. И прям с видом на залив. Прикиньте, вот мы живем, получается, что там, три минуты, да, пляж. И вот так вот поп, сейчас идем по пляжу. И я понимаю, что здесь вот можно взять на прокат доску. Вон мальчишка там взял, пошел катать. То есть, по идее, можно спокойно, понятно. Ага, начальто сделала. Да. Вот, на досках катаются. Вот здесь, конечно, ценник что-то пока не радует. 300 бат в час доски. Это, конечно, мне кажется, дофига. Но вот на Шри-Ланке просто было по 500 за час. Это 100 рублей на наши. Обалдеть, катайся хоть целый день получается. А здесь как-то... Ну, посмотрим еще. Да, лошадки, да, сынок, да. Да, вот. Мирошка говорит, лошадки поснимай, да, сынок? Мы попали в страну чудиков. Вот сколько идем, они на руках не ходят. Особенно Мироша. Эротик, да ты че? Но. Аккурат сзади Мироша. Тихо-тихо, Мироша сзади. Это полё для секунд. О-о-о! Да. И Мироша. Челось, у паруса, дочек. Ладно, давайте штам. Давай, Слоя, чтоб вывалилось что-нибудь. Давай, давайте. Смотрите, переваливаются ноги. Сейчас кто-нибудь денег даст, подойдёт. Ну, голова закружила. Кра, нефига у тебя прель... О, повторюшка. У тебя лицо красное, как у помидора. Красное, да? Но у тебя кровь пришла, видимо, вообще. Мама, посмотри! Молодец. Сейчас я рада. Молодец, Сём. Моя очередь! Раз, два, три! Ну, кровь пришла, ага. Раз! Саечек, давай, показывай, что научился. Вот так вот, вот, быстро бегать и падать. И вот так, с сосиской. Теперь папа. Давайте, давай мы слабо отходить. Отойди, Мироша, отойди. А теперь моя очередь. Давай. Ну, и так... Не-не-не, Родик. Родик-то, как я думал назад. Молодцы! Молодцы! Вот какие молодцы! Молодцы! Молодцы, да, Мироша? Молодцы! Мы собрались сейчас и отправляемся купаться в бассейне, который на крыше. С нами это не каждый день происходит, поэтому решили купаться, да? А здесь вот эти бассейны будем экспериментировать чуть повыше. В комплексе очень классно то, что есть вот подземный паркинг. Вот здесь на улице все свободно. Я в машину сажусь и прям так хорошо, прохладненько. И мест самое главное, что предостаточно. Бассейн на крыше у нас находится, значит, в комплексе, который относится к отелю. Но учитывая, что у нас есть ключик от этой квартиры, мы можем тоже сюда спокойненько ходить. Здесь такая зона отдыха. Столики, стоят озеленение. Здесь вечером такая крутая атмосфера. Здесь есть также маленький бассейн, лежачки. Это на самом деле прям вот для детворы. Вот они могут плескаться. 0,45 глубина, прыгать запрещено. Есть душ, есть вот такая крутая, смотрите, зона, где можно посидеть, что-то поделать. А вот здесь вот огромная детская комната. Привните, как здорово. И вот в нее можно как-то зайти. Видите, как классно. Вот это я понимаю. Вот это комплексы шикарные. Здорово. Все для детей. Это, кстати, все тоже детская площадка, между прочим. Пойдемте, посмотрим. А я тут не скажу пока комнату, а то посмотрим. Так. Оп, 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 оп. Ай, вот она походу сейчас закрыта, а может быть даже и открыта. Здесь можно оставить ребенка и пойти позаниматься своими делами. Но она сейчас закрыта. Ну, слушайте, здоровская. Как вам? Так, ну вот, собственно, мы сразу садимся и вот этот потрясающий бассейн. Изначально, естественно, перед плаванием в бассейне мы идем в душ. Нет, нет, Мирошка, еще. Пузико мой. Давай, пузико, молодец. Вот, и отправимся плавать. Видите, как здесь здорово, что есть даже такие беседки. Вечером я покажу здесь вам атмосферу, вы просто офигеете. И здесь, получается, вот так можно сидеть. Ну, классно, очень достойно. Вон, парни, погнали. Ой, ребятки, ну посмотрите, какова красота. Вот это бассейки, а. Вот на крыше с видом на морюшко. Смотрите, как это здорово все смотрится. Здесь, кстати, классно, что есть еще теневая зона, а можно плавать на солнышке. Да, вообще супер. И вот так вот можно здорово отдыхать. Ой, Мирошка, это человек маленький, а. Вот такой вот таймлапс получился. Спасибо Мирону. Вот здесь вот есть туалеты, бар, здесь спортзал. Здесь вот можно взять себе полотенце, это совершенно бесплатно. Берем одно, хотя бы. Мирошка, вот полотенце, иди, ложи нам полотенце. Помощник мой. Да, туалетики. Пойдем, пойдем, Мирошка. Какой здесь красивый рестик на четвертом этаже. Здесь будет мероприятие на Новый год. Это, конечно, здорово. Мы пришли на ночной рынок в Хуахине, который называется Цикада Маркет. Это вот. Это вот. Это вот. Это вот, это бабочки вот эти. Деревья. Да. Посмотрим сейчас, что здесь. Он находится где-то в километре от нашего дома. Я хочу вот этот в ананасе попробовать. Рис в ананасе. Да, попробую. Варанасе. Рис в варанасе, хочешь? Ты хочешь рис в варанасе? Нет, в варанасе не хочу, спасибо. Здесь, посмотрите, все так украшено. Сейчас темнеет, здесь еще будет красота. Да, да, это такой, мне кажется, вообще под европейцев сделанный. Все, Мирошка говорит, я хочу, пап, пап, все. Что, Мироша, все, проснулся? Мари, как красиво, пап, я уже хочу там бегать. Скорей, скорей. Вау! Вау, конечно, вау. Ручками не трогать, Мироша. Спасибо. Слушайте, большая вообще территория. Угу. Прикольненькая. Снимать даже хочется. Ну, я хочу сказать, территория вообще потрясная. Там вон открытая сцена. Да. Да? Как азиатик. Ну, наверное, да. Современно. Уже такой атмосферный местный. Ну, это не местный вообще далеко. Надо понять по ценам, как здесь вообще будет. Ну, вот здесь можно съесть, музыку послушать. Посмотрите, целая сцена. Здорово, естественно. Подсвечивается. Вот они палатки, где можно взять любую еду. Ну да, здесь как она 65 бат стоит. Помимо еды здесь можно купить вон всякие украшения. Такое, знаете, хендмейл, футболочки. Всякие разные. Ну, такие авторская работа. Вот игрушечки, елка. Так, там у нас уже получается выход. Пойдемте туда вглубь. Ну да, здесь вообще просто все это ручная работа. Ну, кроме вот этих. Игрушек. А вон всякие тапки прямо здесь вот сидят. Делают. Интересно. Здесь вот устанавливают вторую сцену. Что-то на этой стороне тоже будет проводиться. Я что-то не пойму, что здесь цены сломались. Смузи 95 бат приеде. Так, собственно, здесь начинается еда. 250 бат стоит вот такой вот набор креветок. Вон 350. Ну, при тебе их пожарят. Вот так течет. Чистенько прям, аккуратненько. А шпажки стоит. А шпажки стоит. А шпажки стоит. А шпажки стоит. А шпажки. Вот. 25-35. Вот здесь 65 есть. А есть вообще 125. Ну, ну, литки какие-то по 150. Ага. Вот мы в Паттайе обычно пиццу брали. Вот тут Маргарита 250. Это вот самая дешманская пицца. Ну, вообще, короче. Нет, это не для нас, мы не для русских рынок. Ого-го. Ну, здесь, кстати, вообще ни одного русского-то и нету. Конечно. Здесь трындец. Вот какая красота есть возле нашего дома. Буквально там, я не знаю, метров, наверное, 100-200. Вот первый торговый центр, который видно с нашего балкона. Мы решили сюда прийти вечером. Здесь живая музыка. Красиво, здорово. Здесь сразу нас встречает какой-то буфет. И торговый центр. Здесь он, кстати, трёх- или четырёхэтажный. Сейчас будем смотреть, что здесь есть. Ну, по сути, всё как обычно. Открытые магазины, кстати, у них такая есть концепция вообще просто. Да, вот. Аппарат можно купить тапки. Такие мы только вейдинговые аппараты не видели, но тапки в первый раз. Здесь, видите, ещё одна ёлка стоит. Ещё сцена. Там какая-то детская площадка небольшая. Вот можно забивать себе места. И вот про что я говорил. Вроде здесь так тепло, но они здесь создают вот эту новогоднюю атмосферу, что ты прям кайфуешь. Классно же. Такой, конечно, знаете, очень интересный торговый центр. То есть не как мы привыкли видеть, а он весь из островков. То есть не бутики, да, а просто вот такие островки стоят по всему торговому центру. Вон там обувь, например, да, всякая разная продаётся. И вот так вот весь торговик. Здесь классный такой буфет. Мирошка, пошли! Получается, в каждом окошке своя кухня. Здесь также вот, где мы брали Паттае, по-моему, в торговом центре, покупаешь карточку и уже непосредственно вот ходишь, на неё деньги закидываешь, ходишь, покупаешь. Цены вообще крутые прям. Ну, типа по 30, по 50, да, получается, порция. Здесь даже есть палатка с нашей едой. Вон, сырники, блины, вареники. Есть даже кефир, понимаете? Борс клюквенный есть. Гречуха есть, смотрите. Как-то 190 бат. Слушай, ну здесь много. Здесь сколько килограмм-то? 1 кило, увесисто. Есть всякие разные блины, посмотрите, ну, пожалуйста. Бригадельки, свинины, курицы, вареники с картошкой. Ну, вообще здорово, я вам так скажу. Голодным, в общем, здесь не останешься. Шпажки по 35. Набрали мы еду вообще в разных палатках. Это мы взяли, значит, нам с Настенкой. Я не знаю, это суп по ходу дела, да? Да. Рис, утка. А это что в итоге? Какое мясо? Ну, утка, а это как будто суп-продукты какие. Я не знаю, Слав, что там. Ну что? В общем, непонятно. Какими руками-то. Ротика, ну ты что? Взяли пиццу, еще Темка себе заказала рис, рыбу. Ну, пока они пока не говорили. А, это печень. Ага. И заказали еще фруктовые напитки. Сейчас тоже. Да, я сейчас хрящом попробую. А вот стулы куда-то, классно, такой фисы. Это что ты мне дала? Не знаю. Мы едим даже непонятно что. Ой, ребятки, на картинке, короче, такая порция риса была. Ну, обычная, да, как бы, и рыба большая. В итоге, Темке, на, держи, рыбочка на минималках. Но все равно выглядит очень прям, очень трансфалево. Как на него развалялось. Очень вкусная утка. Мне кажется, мы такую никогда в жизни не приготовим, чтобы утка таяла во рту. Это потрясающе. Это за пять минут. Угу. Смотрите, как у них прикольно. Ну, понятное дело, у них везде стоят антисептики. Причем не просто вода, а действительно антисептик гель. Берешь, короче, ложку, вот так вот ложишь сюда. И оно обрабатывается ультрафиолетом. И все, ложка без микробов. Прикиньте, как здорово. Я не могу. Остановите мой ор. Сначала с этой рыбой поражал. Теперь встречайте. Это местная есть. Пицца, маргарита. Ааа, я не могу. Вообще, какое-то запеченное прям, не знаю, что это такое. Подведем итоги. Вкусно, прикольно, необычно. И ценники здесь, конечно, ну, действительно классные. Дешевле, чем в любых, чем дешевле, чем на любых рынках, на которых мы ели. А вечером здесь живая музыка. Это как классно. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok